Продолжение следует... 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 И все так складывается, что он стабильно проводится, его приглашения распространяются по всей России и в интернете, и в газете и так далее. И это такая площадка, где рабочие могут решать свои вопросы, задавать свои вопросы, которые возникают в процессе. Появляются новые брошюры, вот даже буквально сегодня брошюра появилась в борьбе за подписание коллективного договора. И это все можно увидеть в рабочей прессе. Можно связаться, там куча телефонов, телефоны распространителей, телефоны главных редакторов, телефоны других товарищей. Можно выйти хоть на фонд рабочей академии, там есть и ссылки электронные и так далее. То есть это такая пресса, это настолько важная вещь, несмотря на все электронные там сегодня средства массовой информации, что вот именно по данному вопросу, по экономическим интересам всех трудящихся, это вот то, что необходимо. И нужно будет не просто осознавать серьезность этого вопроса, важность, а быть подписчиком, я считаю, вот это. Потому каждый человек может просто ежемесячно, даже как-то вот там есть все-таки ссылки на пожертвования там. Потому что, к сожалению, в грузовичном обществе мы можем много делать бесплатно, и мы распространяем бесплатно, и редактора работают бесплатно и так далее. То есть, ну много делается, но саму газету выпустить, напечатать, к сожалению, у нас нет бесплатных типографий, бумаги, краски и так далее. Вот. Потому если люди подпишутся на нее как бы своими пожатиями просто по координатам, которые там в газете есть, это получится вот такая гарантия того, что ежемесячно или там раз в два месяца стабильно будет приходить им в руки, распространить или давать в руки эту газету. Потом, там есть обратная связь, очень важный момент, она же не просто вот там советы, рекомендации и так далее. Она такая живая, есть обратная связь в газете. Там мы даже ждем и говорим об этом постоянно. Пишите о своих вопросах, проблемах, что может быть вы с чем-то не согласны, поспорьте или еще что-то. Так что отзыв о газете можно оставить. Или если у вас вот трудности какие-то и сложно создать профсоюз или что-то еще, что вы можете посоветовать в этом случае. Вот это напишите хотя бы редактору, хотя бы по любому телефону, который ближе к вам в регион там. Вот. Можно. И будет живая связь, она и есть, и бывало иногда даже. Мы отвечали, некоторым товарищам писали, вот, и были ответы. И сейчас освещается, в принципе, все, что можно. И сегодня, наверное, все, что обсуждались, какие-то проблемы, на них найдены какие-то решения. И с позиции, как бы, вот такой, трудового кодекса, где-то какие-то хитрости применяются. Вот. В объединении. Потом вот так же, даже исходя из выше уже озвученных докладов, можно сделать вот такое, допустим, сложности с какими-то дочерними предприятиями или какими-то выведенными за границу, там, это предприятие, сад, цеха, или еще что-то между ними объединиться. Можно даже через газету написать о своем предприятии, что вот есть такие-то, и как объединиться, и как что. И что мы вас ждем, кто ждет, где ждет, как ждет. Можно даже написать выжимку коллективного договора и послать газету на свое предприятие. И, я думаю, у нас не откажется наша дектора напечатать, если кто-то такое сделает. А газету раздадут на предприятии, я думаю, все увидят, если о своем что-то предприятие, то, я думаю, все, кто на этом предприятии взял, ее с удовольствием прочитают, что там о них написано. Вот. Это такой живой инструмент, и он прям все, так сказать, моменты, на данный момент, которые есть, все живые, он за них берется, их с удовольствием печатает. И даже у ваших всех трудящихся, ну, востребована отдача какая-то мнение и так далее. Вот. Потом, до тех пор, пока вот, я считаю, все-таки рабочие не ведут свою какую-то работу, ни за создание профсоюза, ни вступая в профсоюз, но они могут хотя бы оказывать помощь в распространении этой газеты, могут помогать материально этой газете. И это уже будет, как бы, вы включитесь в общую работу, в общее дело, и за свои собственные интересы, получается, видишь же, эта газета не ради какого-то частного интереса выдается, раздается и так далее, а ради вашего интереса. А так получится охват шире газеты, и, возможно, больше людей появится, которые будут распространять газеты, которые будут прислушиваться, начнут какие-то действия коллективные, может быть, активы какие-то соберутся, хоть по пять человек на предприятии, и начнут какие-нибудь заявления писать, допустим, на обучение, как сегодня уже озвучилось, да, там, что в каких-нибудь контролирующих органах по технике безопасности, там, вот. Вот. Все это нужно, и оказывается того, что не так сложно, очень много и просто, ну, это можно даже случайно, почитывая газету в обед, увидеть, что вот ты можешь вот это. Даже если просто не газету не выбрасывать, а оставлять на рабочем месте, то это уже кто-то еще ее потом прощет, так далее. Если вы передадите ее еще другому человеку, охват станет еще шире, особенно хорошо, если на другое предприятие. То есть, я вот призываю, как бы, у всех помогать и участвовать в распространении народной правды. Так как народная правда – это такая газета, которая, вот, бьется буквально за интересы рабочих, и посвящена вся этому. А такие простые действия, как, они не, то, что я только что перечислил, они не требуют никаких особых усилий от человека, кроме просто осознания и всего важности, момента этого. Вот. Так что кто-то не хочет что-то делать, но вот такие простые вещи – это большая помощь, и в то же время человек будет приобщен к общему делу, распространением газет, пожертвованием газет и так далее. В народной правде есть много телефонов, я уже говорил тоже, разных регионов, распространителей, можно связываться с ними, можно помогать просто в распространении, на предприятии, связаться с товарищами и договариваться где-то на каком-то предприятии, если на своем не очень комфортно, допустим, можно на другом, хотя бы иногда, и это будет в хорошей подспоре. Можно найти какое-то новое предприятие, которое мы еще не охватили. Можно нам помочь даже информацией о предприятиях, где газеты это не распространяются. Ну и желательно помочь распространять, потому что иногда до некоторых предприятий просто, к сожалению, не дотягивается наше распространение, ну в силу физических возможностей, там или далеко, или что-то еще. А если чем шире охват, вот я думаю, будет и лучше, и выгоднее для всех трудящихся это деятельность. И все, что здесь на российском комитете рабочий озвучит, все будут знать, в курсе. И когда люди будут владеть таким большим объемом информации, именно по трудовым каким-то спорам, по организации профсоюзов и так далее, то у людей, наверное, уже должны появиться, будут какие-то желания что-то делать. Пока вот нет информации, с людьми разговариваешь, такое ощущение, что с телевизором просто как-то он отражает просто то, то, что там идет с телевизора, а там идет, как правило, что все невозможно, допустим. Как, допустим, словины и песни какие-нибудь там, как началось, я следил, следил, смотрю, о зарплатах заговорили, о том, о всем обучителях, о каких-то приставах, там, о каком-то еще, всем надо добавить, это важно, я с этим не спорю, что это важно. Но я ждал рабочих, ведь зарплаты-то что такое, это как бы вообще, это эквивалент того, что производится на производстве и распределяется, вот. А те, кто производит, и вдруг этот эксперт, так называемый псевдо-марксист, он себя называет, говорит, что ну а рабочим прибавят, ну а если и прибавят, придется тогда сократить на вооружение. Ну то есть я не понял, у меня был какой-то взрыв мозга, при чем эти вооружения и при чем вот это. Ну то есть я понимаю, что он знает, что люди, которые не разбираются в этих вопросах, а просто смотрят телевизор, им все равно, что льется им в уши вообще. Вот, так что мы должны быть более подкованными, более грамотными в этом отношении. Ну можно, мы пробиваемся как росток сквозь асфальт вообще вот, со своими знаниями, со своими теориями, идеями, и причем они истинные, и это доказывает практика, и любые коллективные действия, они оказывают свой позитивный какой-то характер на условия труда, или зарплату, или еще что-то, и где-то должны идти на уступки в конце концов, это часто мы видим. Даже когда у нас еще никто не организовался серьезно, ну не в смысле серьезно, нет большинства, а вот мы в том году говорили уже, что там метростроевцы в Ленинграде организовались, там 700 человек, что вступило в профсоюз, и уже им подняли на 27 процентов оклад. То есть, ну, идут даже на приентимные меры, руководство часто такие вот. Ну, люди все-таки, кто-то их сагетировал, и что-то они знали, и уже понимали, что они делают. И главное не останавливаться в этом вопросе. Также хочется отметить тот момент, что всегда, когда организовывается какая-то сила, особенно производство, или политическая сила, или экономическая, то туда начинают вклиниваться политические силы в виде каких-то партий, еще что-то. А так как мы видим, что у нас был основан уже давно российский дед рабочих, и он так вот живет до сих пор, и развивается, и в одном направлении он никуда не уходит, ни в бок, ни в какие болота, а идет. То есть, на такой курс у него, на интересы рабочего класса. И это всегда маяком должен все-таки быть какая-то, наверное, политическая партия, как мы понимаем, что это уже и прецедент есть, когда профсоюзы сильнее где-то организовались, добились хорошей зарплаты, и у них начинают, как минимум, то, что работодатель всегда влиять пытается на профсоюз, это уже и каждый знает. Но мы знаем, например, и уже там какие-то партии начинают вклиниваться. То есть, она должна, я считаю, быть партийной. Андрей Анатольевич, извините, что я перебиваю, но время Ваше, потому что есть еще что-то сказать? Можно продлить там? Ну, так, два слова, что в принципе доверять может этой газете, что она все-таки и российский комитет рабочих существует благодаря поддержке. Это не партийное, конечно, мероприятие, не все, но вот такой курс железобетонный держится на интересы рабочих благодаря такой все-таки организации, как Рабочая партия России. Я думаю, не доверять рабочим, рабочей партии нет никакого основания. А хотя бы приезжать сюда, может, кто не партийный, кто угодно, и речь не о том. В принципе, я как бы все. Спасибо. Есть вопросы, предложения, френия? Интересно. Андрей Гребенович, да. В принципе, Гребенович, еще раз. Снова вопрос, поскольку мы хотим вроде как бы людей не партийных привлечь к распространению газеты, да, и хотелось бы вот этот момент, чтобы вы, наверное, озвучили в плане безопасности для них вообще. Чем-то им может грязить или им не нужно. Ну, в плане безопасности мы, это у нас один как бы из приоритетных таких, приоритетных направлений одно у нас, потому что так как, если человек вдруг станет безработным, он уже и без коллектива, и он уже не владеет такой силой. Потому что это очень важный момент, да, я хорошо, что спросили. И у нас здесь много дается советов, и как организовывать профсоюз, и как там добиваться каких-то 50 процентов. Все это не надо афишировать, все это не обязательно с плаком ходить, что я вот там вот такой-то такой. Это можно просто вот, допустим, распространять газеты, можно просто не на своем предприятии, и все, помогать можно на другом. И не обязательно вы должны быть партийными, я не говорю, что вы так вот должны вступить в партию. Просто я-то говорю, что о важности этого момента распространения прессы, так как организовать вот всех рабочих, чтобы они были как один такой монолит, ну, это сложно, это долго, это нужно вот немножечко все-таки озвучивать людям и до них доносить эту информацию. Ну, не обязательно вот прям кричать, что я там что-то, где-то как-то... Все это созванивается, договаривается, и можно получить на все вопросы по поводу опасок каких-то. Тем более у нас по поводу газеты, это официальная газета, здесь все на основании Трудового кодекса и других. Другим законам ничто не противоречит, здесь нет ничего такого, что можно зацепиться. У нас бывали иногда и какие-то интересные моменты, когда охранники неранивые там пытались препятствовать или еще что-то, или вызывали там Росгвардию или там полицию, но они ознакомились с этим материалом и отдавали назад, и ничего страшного не было. То есть это можно сказать даже вот самые пассивные люди, которые боятся всего, могут вот этим заниматься, и это самое безопасное, и в то же время очень полезное мероприятие. То есть они окажут огромную поддержку вообще всему рабочему классу и, соответственно, себе тоже, так как они являются его частью. А так как мы будем до тех пор пока такие пассивные и все чего-то ждать, вот я часто слышу некоторую такую от многих, что нужен какой-то Ленин или еще что-то, да нужны вы, чтобы вы не ждали ничего-то, организовали, была какая-то организация рабочая, движение какое-то было, а тогда Ленин найдет. Хотя Ленин их и так, по-моему, они ждут, у нас фон Драгофчик оденелись, Ленин обязовали. Но у нас Ленин что такое? Ленин это тот человек, который развивал марксизм, развил его и применил его к настоящему времени, и даже будущее предвидел, да, там вот его государство, ой, это не Мексасер, а империализм, как высшей стадии капитализма, работа его, она же применена, вот сейчас, если ее читать, там можно увидеть, что все отрежно, вот Украина, там вот это все видно, вот это вот дележ, передел, мир и так далее. И сейчас у нас тоже наши товарищи в фонда рабочих, Ленин, научный констат, они развивают уже ленинизм и применяют его так же, на сегодняшний день применяют, и так что. Нужно движение рабочее, что, ну нельзя же все время писать, наука у нас на высоте в этом отношении, то есть и Ленин, можно сказать, есть. Ну, такие вот, нужно рабочее движение. Есть еще. И безопасность тоже эта, на высоте. Товарищ, кто желает выступить? Дорогие товарищи, газета очень замечательная у нас есть, Народная правда, которая, в общем, помогает в распространении идей на предприятии. Ну, потому что одно дело, когда ты, ну, там, в одиночку где-то, что-то там кому-то говоришь, вот, ну, как-то это воспринимается совсем по-другому, когда эти же идеи, эти же слова, да, предложения написаны в газете. Вот именно в газете, а не в интернете, потому что в интернете много всякого сейчас завалено, да, пространство информационное вот всяким мусором, вот, в том числе и какие-то псевдо-левые там группы, непонятные там, вот, которые прикрывались, как бы, да, и идея марксизма, геминизма, уводят товарищей в стороны. Вот, в отличие вот от нашей газеты, вот, где все четко, все научно выявлено, вот, то есть строго, строго научный подход ко всем вопросам, вот, благодаря именно слиянию рабочего движения и, значит, научного социализма, вот, это вот в этом я считаю, как сила, и как вот этот цемент, который должен сплотить рабочий сегодня, вот, потому что, ну, другого ничего нету, то есть другой идеи нету, чтобы сплотить настолько, чтобы, ну, действительно произошли перемены в обществе в нашем, вот, поэтому распространение это, ну, как очень важное подспорье, вот, в нашей борьбе, это газета, ну, также есть возможность и писать, и статьи, и, вот, как уже говорили, что вот именно когда эта проблема всплывает, да, где-то в газете, вот, на конкретном предприятии, в газете это очень положительно действует и на авторитет, и, в общем, идея потихонечку проникает в сознание рабочих, не быстро, но, как говорится, и, в общем, вода камень точит, я думаю, что вот, настанет такой момент, когда количество перейдет в качество, вот, и пойдет процесс уже так, ну, более активно, ну, конечно, и сам он не пойдет, сам по себе, а от нас, из каждого тоже зависит это, вот, от тех усилий, которые мы будем прилагать, и для этого у нас есть условия, есть вот комитет рабочий, есть газета, есть наука, консультанты, все, все есть товарищи, так что надо пользоваться, и, вот, прекрасная возможность все обсудить, все донести до своих коллективов, для более эффективной борьбы. Спасибо за внимание. Конторец Андрей Николаевич, Кожевский завод СМАС, машинисты, кстрой, товарищ докладчик, вот, как бы, несколько раз упомянул, да, что, там, теория у нас на высоте, все, как бы, это хорошо, и мы, ну, если там немножко, как бы, соприкасаться с диалектикой, знаем, да, что теория, она, как бы, это, идея, она, как бы, может быть, теоретическая, да, ну, то есть два момента, теоретическая идея, да, но она должна воплощаться, как бы, в практике. И получается, когда вот у нас задача стоит, соединение научного социализма, да, с рабочими движениями, как бы, а как на практике вот это вот реализовать. А вот этот момент, он как раз и решает газета, то есть, мы, идя с газеты на проходные заводы, в докладе было отражено, что мы непосредственно общаемся с рабочими, то есть, не просто выступая, как бы, на большие массы людей, да, а конкретно на проходных заводов, там, ну, конечно, понятно, что может быть, ЭЗТР кто-то, но в основном это Это раннее утро, то есть люди из администрации, они так рано, ну, редко ходят, а рабочие, они как бы дисциплинированно следуют свое место работы. И получается, газета, она как бы не просто ты вещаешь с голубого экрана телевизора или просто в пустоту, а ты вот непосредственно человеку смотришь в глаза, и он как бы, когда узнавая тебя уже с течением времени, он знает, что ты, допустим, в такой-то организации, вы там, допустим, точно не КПРФ. И иногда можно даже определять, что люди, пересекая вот этот вот поток, идут целенаправленно взять у тебя газету. И, ну, вот это, конечно, прямо воодушевляет. Конечно, бывает и обратная сторона, когда люди, опять же, зная, за чьи интересы ты выступаешь, ну, как бы, злятся так, иногда даже выбрасывают газеты. Есть, конечно, такие отрицательные моменты, но я думаю, что, как бы, не они являются определяющими, а именно, как бы, как бы, первая очередь, которая сказала, что люди, которые проявляют интерес к газете, да, и именно на них и нужно сосредоточиться, потому что я, насколько понимаю, до определенного момента, да, когда государство находится в руках буржуазии, большинство, как бы, на позиции рабочего класса, маломероятно, что они перейдут. Вот, и вот этот момент, обращая на него внимание, потому что, когда мы потом у себя в ячейке, да, обсуждаем, что вот они вот всплывают, потому что вот этот эмоциональный момент, он всплывает, и люди, как бы, вот говорят, что вот, там, как бы, люди не хотят брать газету, как бы, вот это, отмахиваются, что вот там, отходят. И, то есть, и концентрируются именно вот на вот этих отрицательных моментах, да, а потом в процессе разговора начинаешь, как бы, спрашивать, ну, ладно, так что, там, один отказался, твой отказался, а кто-то взял, ну, ты же газеты же раздал. И в итоге-то выясняется, что, ну, действительно, как бы, интерес к газете-то есть, газеты узнают, и, как выясняется, большинство-то, они, как бы, наоборот, положительно относятся. И поэтому хотелось бы именно вот обратить на это внимание, что, как бы ни казалось, да, но газета все равно, вот она с течением времени выполняет свою роль. То есть, люди больше интереса проявляют к марксизму, мининизму, и, ну, рано или поздно, я думаю, что все равно вот это предел не будет преодолено. Шишкарев Василий, бывший рабочий ЗИЛа, 10 лет назад еще распространял на ЗИЛе эту газету, каждый номер, несколько тысяч номеров. Тогда я... Ну, я с тобой, Владимир Владимирович, вы все это представляете как-то не помню. Почему бывший рабочий? Да. А то, что вы нынешний выполнобочник российского комитета рабочих по Москве, насколько скажем, с любящим пенсионерам, я начинаю это очень важно. Хорошо. Я хотел сказать, вот, об опыте раздачи, когда работал на предприятии, я раздавал на заводе несколько тысяч регулярно. Таким образом, во время обеденного перерыва приходил в один из цехов, там в каждом цехе столовая, я там себе брал обед и раздавал газеты на все столики. То есть, в этот час, потом на следующий день шел обедать в плетейку, потом шел и сборочный, в рессорный цех, в моторный цех и так далее. И у меня получилось вот за месяц пообщаться со многими товарищами. Когда делегировался на РКР, я тоже приходил к товарищам своим по заводу и говорил. Показывал газету, где есть обращение о делегировании. И после приносил газету уже с результатами. Вообще газета, еще словами Ленина было сказано, что это коллективный организатор, агитатор и коллективный организатор. Поэтому вот как это такая вещь российскому комитету рабочих и надо рассматривать нашу газету. И так это и было. Из опыта мы знаем, у помощников Российского комитета рабочих были еще газеты «Правда труда», «За рабочее дело». «За рабочее дело» вообще была газета такая очень активная, которая выпускалась по нуждам конкретных заводов. Докеры выпускали несколько раз на базе этой газеты, чтобы не регистрировать свою, которая называлась «Докер». Это была газета «За рабочее дело», но она называлась «Докер». Выпускали газету «Красное Сормово», где печатали проблемы нижегородских рабочих завода «Сормово», и она называлась «Красное Сормово», хотя уже «Сормово» уже было не «Красным», да, сам завод. Выпускался газета «Московский рабочий» на базе этой газеты. Так что газету, вот «Народную правду» и любую газету, которую она, можно использовать для конкретного города или конкретного предприятия. Если мы, товарищи, наберем достаточно материала для того, чтобы опубликовать на целую газету. Поэтому рабочим надо использовать этот опыт, который был уже у наших газет, есть, вернее, у наших газет. Потому что сейчас иногда возникают разговоры среди молодежи, что, дескать, газета даже устаревает. И даже партийные организации говорят, что надо больше переходить упор агитации на сети, интернет и так далее, создавать группы свои рабочие. Но газета не уйдет, потому что она, как интернет, это все-таки не материальная вещь в какой-то мере, а это вещь материальная, которую можно взять в руки и так далее. Понимая это, все партии, и буржуазные, и наши левые партии стараются обязательно иметь газеты. И сейчас в связи с СВО, например, и буржуазные газеты несколько начинают заигрывать с рабочими, с трудящимися. Вот меня Союз рабочих попросил, я не буду рекламировать газету, но вот одна из московских газет печатает уже такие плакаты. То есть это советский плакат, который это, саму газету я не буду рекламировать. Вот даже буржуазные газеты поворачиваются в связи с СВО, в большей степени, когда на людей надо заинтересовать, выходить в три смены. Помните недавно Шойгу уже там, вы должны пахать в три смены, а получать он не говорил на каком-то алтайском заводе военном. Сейчас я вместе с товарищами, вот Ксения, выступите уже, скажете, раздаю газеты на заводе Хруничева, на заводе Чернышева, на заводе Дукс, завода Зил нет уже, завода имени Румянцева и так далее. Раздаю так тоже много газет, мы раздаем московской организации много, и контакт с помощью газеты с рабочими получается гораздо лучше. И для этого Российскому комитету рабочих нужно привить еще, как сказать, усердие, чтобы и заседания Российского комитета быстрее и лучше оформлялись в виде газеты. Для этого нужно нам правильно проводить расшифровку наших заседаний, фотографии, чтобы это не задерживалось, и редакторам быстро выпускать следующий номер газеты. Вот, что я хотел сказать. Золотов Александр Владимирович, консультант Российского комитета рабочих. Василий Иванович, конечно, очень правильно поднял историю газеты. У нас есть сегодняшний день, он тоже очень интересен и содержательный, много делается, и тиражи, и материалы. Но, конечно, можно не посмотреть историю. Газета с самого начала рождалась как газета, выражающая интересы рабочего класса. Да, и это во всем управлялся, материалы, которые там публиковались. И я думаю, что если брать состав авторов, то, наверное, ни одна газета российская за 30 лет не опубликовала больше выступлений рабочих, чем «Народные правды». Ни одна. Несмотря на то, что у нас все раз сейчас, вернее, количество выпусков не очень большое, и оно было значительно меньше, были войны, когда один раз в год. Вот так было очень сложно со средствами, но, тем не менее, вот курс свой газета выдерживала. И вот, если мы посмотрим здесь, на предыдущий номер, это российский публикат рабочих. То есть газета, даже когда она была совсем уже ограничена в средствах, она тогда выполняла роль бюллетеня российского комитета рабочих. Вот обязательно, если вот ничего невозможно было выпустить, не ходил средств, то она выпускалась для того, чтобы раскрыть, вот, реализовать выступление рабочих. Поэтому, это большая работа, потому что, честно говоря, я, как редактор, как человек, который был подредактором, не дал сравнительно главное, а тем не менее, с работы, работал с газетой давно, не вижу пока путей, как решить проблему рабочих корреспондентов. Да, да. Люди брались и писали, вот, сказать, вот Василий Иванович, например, он очень талантливый человек и как пишущий человек. Но он не столько писал заметки, например, сколько он писал, например, в свое время. Чистушки, отделушки. Вообще уникальные произведения. Вот, хотите, читайте его рабочим корреспондентом, хотите его, не корреспондентом, рабочим поэтом, читайте. Дайте руки, банкоман, например, вот название некоторых из этих работ. Владимир Михайлович Кудрявцев, которого мы сегодня с Богоданом вспоминали, очень умный человек, тоже писал, но не так уже много, потому что это очень сложно писать. И вот путь, самый лучший, путь для того, чтобы дать слово рабочим, это записать их выступления. Вот здесь выступления прекрасны, но они не для газет. Обработать, сократив, оставив. И тогда получается выступление от первого лица рабочих. И такого больше нигде нет. Это вот уникальный жанр для нашей газеты. Я думаю, что в этом села газета, вот мы говорим, в рабочий пресс. А в чем рабочий пресс? Ну, хотя бы в том, что вот рабочий, не от лица рабочих, да, не за рабочих, а прежде всего рабочих. Это самый большой контингент авторов нашей газеты. Это вот одно обстоятельство. Ну, если говорить, что это рабочая печать, то вот для рабочих. В чем это проявляется, например? Вот Михаил Васильевич, который был главным редактором, знаете, на протяжении четверти века. Он специально сидел за тем, чтобы газета печаталась вот крупными блоками шрифта. Чтобы, так сказать, не было интервалов, не было вот такой маленький. Почему? Потому что читать, читать у нас рабочие, там всегда с общением хорошо. И зрение их прекрасное, да? Особенно, когда было время, рабочие уже были очень взрослые. И зрение их непрекрасное, освещенность не очень хорошая. А вот такую газету можно почитать. И в этом смысле тоже. Вот якобы левые лески выпускаются, но там, черт не знает, задача, как бы себя показать, как можно больше текстов впихнуть, мелкими боками решить, ну, вообще ничего не видно. Ну, вот и беззад, и это они считают левые. Ну, это вот, это полное неуважение и непонимание, во-первых, кому адресуется газета, во-вторых, неуважение. Потому что мне важно, прочитайте меня или не прочитайте, важно, что я вам написал. Даже у нас это не так. Если у нас что-то в этом плане еще можно делать, мы всегда это сделаем. Ждем, что называется, замещание от товарищей рабочих, чтобы она вот и в этом смысле была более доступна для прочтения. Для прочтения. Я хочу сказать, что вот она рабочая, да, по характеру материала. Мы ставим задачу использовать его в борьбе, этого рабочего газета. И она действительно, вот теперь возвращаясь к истории. Ведь в истории нашего современного рабочего движения был очень крупный этап. Вот был этап борьбы за трудовой кодекс. Кто опубликовал трудовой кодекс по трудовой академии? Это единственная газета. Народная правда. Это же большой документ, да, и вот опубликовал. Значит, кто опубликовал все время проект Советской Конституции? Это тоже, вообще говоря, может быть, это не было тогда еще этапом борьбы, хотя это была борьба за Конституцией, да, вот это народная правда. Кто опубликовал, если привести, значит, к более таким повседневным задачам методические рекомендации по организации забастовочной борьбы? Это газета «Народное право». Кто опубликовал, какая газета опубликовала основные задачи, задачи коллективных действий программы профсоюза? Это газета «Народное право». Вознашлось бы в десятках тысяч экземпляров. Ну, это же не будут называть, не знаю, за что, по наслышке. Это же надо посмотреть, видеть. Народное право это обеспечивает. Это что означает? Что если будет какой-то крупный этап борьбы, значит, снова появится. Соответственно, еще и будет. Я уже не говорю о том, я возвращаюсь к тому, что «Народное право» это и бюллетень Российского комитета рабочих. И что это означает? Что вот здесь приезжают самые лучшие люди рабочего движения, которым есть что сказать, которым есть поделиться. Ну, кто-то скажет, что мало. Вот такая ситуация сейчас в рабочем классе. Пока еще нет массовой борьбы. Но те, кто уже поднялся, их можно услышать. Благодаря кому? Благодаря газете. Вот 57 тысяч, а может уже и больше будет тысяч экземпляров. И вот люди, которые есть что сказать, они это сказали. А дальше это будет в строчке. А дальше это будет в 60 тысяч экземпляров. А дальше люди, в том числе и сами участники Российского комитета рабочих, понесут это к проходным, чтобы люди видели. А что такое передовой опыт? У читателей газеты не возникает вопрос, есть ли рабочий класс. У них не просто такой вопрос возникает. У них, они понимают, что идет борьба. И даже нехуя, они говорят, ну да, даже какие-то требования. Помните, здесь уже эти требования. Наверное, шокируют их. Некто. А с другой стороны, сначала, как всегда выводят, сначала шокируют, когда говорят, да, я тебе правильно. Какие требования там? Тринадцать пунктов. Водится, шестичасовый рабочий день. Минимальный класс на тысячу рублей. Вячеслав Михайлович такой. То есть это расширяет горизонт у людей. Вы же не просто написали, вы же говорите, что вы подписи собираете. То есть это, конечно, вдохновляет и организует тоже. Вот. Если вот это, берите вот это, и что тогда будет представлять себя российской театр-рабочкой. Но вы будете представить, конечно, кружок людей, которые знающие и так далее, но не влияющие на российское движение, на рабочий класс. Потому что инструменты являются вот это вот. При всем уважении и, сказать, мы вовсе не отрицаем необходимость использовать интернет, обязательно, и это надо. Все надо использовать. Но если там кто-то будет из тех, кто начинает газеты, они нас увидят. Но тем не менее, мы это знаем, что там по площадям, да, вот Михаил Алексеевич выступил, там, вот он, на очень таком портале известный, 400 тысяч просмотров. Он там, по-моему, раз в три повторил, что надо сделать, чтобы делегироваться в российский комитет на рабочих. И как? А никак. А почему? А потому что из-за этих 400 тысяч просмотров, ну сколько было рабочих? Да. Не знаю, было ли там 5-10 тысяч. Потому что это надо найти время, надо найти это место, это, вот, и время найти, чтобы полтора часа просмотреть. И пока, не знаю, дождутся. Боюсь, что люди, которые по три смены, да, здесь при одном выходном, едва образуют аудиторию массу. Хотя сочувствие интеллигенции тоже необходимое. Поэтому спасибо Михаил Алексеевичу, спасибо, кто поддерживает, спасибо нам, Левуров, который тоже расширяет эту аудиторию, привлекает тоже. Это нужное дело. Но газета, вот это, знаете, как говорят, точное оружие. По площадям нужно, а сейчас что-то очень высокоточное. Я понимаю, что всякие аналогии хромают, конечно, но очень высокоточное, целенаправленное, вот эти 50 тысяч. Поэтому гарантируют, что 40 тысяч рабочих это увидят. Получат и прочитают. Это как минимум 40 тысяч. Я понимаю, что не все из потока рабочие, совершенно верно. Кто-то передаст. Но 40 тысяч. Ничего другого пока у нас нет. Ничего другого. И я правильно говорю, что это материал насилия, который может вернуться, который может сразу посмотреть, быстро, в отличие от того, что делает ЛКД. Поэтому, конечно, газета в этом смысле незаменима. Газета используется. Я еще раз говорю, что вот раньше даже такое требование было, решение было. Я хочу напомнить, что все участники РКР, они являются распространительными материалами, которые будут в газете. Сейчас у нас такое решение, может, и забыто. История бы давняя, архив не ведем, не всегда напоминаем. Но по факту люди понимают, что надо кого говорить. Значит, никому-то сказали, кто должен нести. Вот Андрей Николаевич не так понимает. Он сказал, он сам и понесет тоже эту газету. Вот помните, как Ленин говорил, в чем особенно советской власти, что нет разделения на исполнительные, законодательные. Вот кто принял закон, он исполняет эту самую. Вот так вот, кто, значит, выступил, кто дал материал для газеты, он сам эту газету и несет. Ее используют как орудие борьбы. Потому что, если не использовать, а кому-то, ну какая-то будет борьба, ну, на вашем участке. А российский Петр Абрич, он ведь, так сказать, не ограничивается тем, что каждый из участников ведет борьбу на своем участке. Он ведет борьбу на своем участке, имея в виду, что это должно развернуться в российское массовое движение. То, что здесь на участке, это всегда как пример. А он является примером только потому, что есть средства, которые обеспечивают гласность всем этим, значит, эпизодам борьбы. Поэтому я хочу, как главный редактор, поблагодарить здесь присутствующих, которые есть на самом деле и авторы главные, и главные организаторы распространителей нашей газеты. И хочу вам заверить, что, значит, редакция, вы тоже к этой работе привлекаетесь, будете делать все для того, чтобы газета использовалась еще активнее, как средство развития борьбы за общие интересы рабочих. Спасибо. Александр Владимирович готов озвучить проект постановления по третьему вопросу. об использовании рабочей печати в борьбе за общие интересы рабочих. Заслушав и обсудив доклад оператора станков ЧПУ ООО НПП НЕРО, Федерин, Российский комитет рабочих, отмечает, что развитие борьбы за общие интересы рабочих требует формирования пролетарского сознания рабочих, выражения и необщих интересов, выявления, обобщения и распространения передового опыта коллективных действий за осуществление этих интересов. Такие задачи решаются с помощью рабочей печати. Как показывает опыт главной газеты в борьбе за интересы рабочего класса, стала российская общественно-политическая газета «Народная правда». В газете были опубликованы важнейшие документы российского рабочего движения. Проект Советской Конституции. Проект Трудового кодекса Российской Федерации, подготовленный специалистами Фонда Рабочей Академии, в скобках, профсоюзный проект. Профсоюзная программа «Задачи коллективных действий». В газете публикуются выступления участников Российского комитета рабочих, постоянно действующего семинара Фонда Рабочей Академии и Федерации профсоюзов России, а также постановления РКР. Благодаря материальной поддержке профсоюзных организаций, всех сочувствующих делу рабочего класса, удалось увеличить тираж газеты до 57 тысяч экземпляров. Распространяется «Народная правда» у проходных заводов и фабрик по всей России. Для повышения роли газеты «Народная правда» в борьбе за общие интересы рабочих, Российский комитет рабочих рекомендует рабочим читать газету «Народная правда», помогать ее распространению, передавать товарищам своих и других предприятий, направлять в газету сообщения об опыте борьбы за общие интересы рабочих, систематически оказывать материальную помощь газете в целях увеличения ее тиража и охвата распространением новых предприятий. «Народные товарищи, есть предложение применять за основу проект постановления?» «Против?» «Против?» «Принято». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова